Похоже, Россия капитулировала перед SpaceX на мировом рынке космических пусков. Эрик Бергер, Арстич Нича, США. 19 апреля 2018 года. Еще в 2013 году Россия контролировала почти половину мирового рынка космических пусков со своим крупным парком ракет, включая ракеты Протон. Но технические проблемы с Протоном, а также конкуренция со стороны компании SpaceX, SpaceX и других игроков существенно уменьшили долю России. В этом году она может осуществить лишь около 10% от общего количества коммерческих запусков спутников, в то время как SpaceX проведет 50% таких пусков. В прошлом руководители российской космической отрасли вели жесткий разговор о соперничестве со SpaceX, обещая недорогие и надежные услуги по выводу аппаратов на околоземную и геостационарную орбиту. Например, российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» ускоренными темпами разработала новую ракету-носитель «Союз-5», бросив вызов в SpaceX. Но во вторник главный российский руководитель по космическим полетам, заместитель премьер-министра Дмитрий Рогозин сделал весьма примечательное заявление о конкуренции своей страны со SpaceX. Доля ракет-носителей на общем рынке космических услуг составляет всего 4%, сказал Рогозин, давая интервью российскому телевидению. 4% не стоя от того, чтобы оттеснять в сторону Маска и Китай. Хорошие деньги можно делать на производстве полезной нагрузки. Согласно данным независимого анализа, глобальный рынок космических пусков ежегодно дает 5,5 миллиарда долларов. Следовательно, лишившись половины своего рынка, русские потеряют около 2 миллиардов. Это значительная доля их невоенного аэрокосмического бюджета. Рогозин прав, говоря о том, что производство спутников это намного более крупная отрасль, приносящая около 14 миллиардов долларов в год. Но и там есть конкуренция. А Россия никогда не занимала доминирующие позиции в изготовлении и обслуживании спутников, в отличие от пусков. Но именно Советский Союз первым запустил спутника отправил в космос человека, Юрия Гагарина. Наиболее примечательно в комментариях Рогозина то, что самый прославленный провайдер космических пусков впервые публично уступил этот рынок другим провайдерам, прежде всего, ракетной компании, которая появилась лишь в 2002 году, а первую ракету вывела на орбиту менее 10 лет назад. Продолжение следует... Продолжение следует...